Полторы тысячи человек в зале. Им не все равно, как и чем живет город. 355 общественных советов микрорайона были созданы этой весной. Управляющие микрорайонов вместе с активистами прошли обучение на семинарах и уже есть первые результаты общественной работы. Люди активнее взаимодействуют с властью. В будущем подобные структуры появятся во всех районах области. Мы хотим реализовать до конца установку президента страны. Нам надо сделать так, чтобы люди, местную власть доставать рукой. Советы микрорайонов назвали третьим уровнем местного самоуправления после районных советов и администраций. Вместе этим структурам легче держать руку на пульсе, особенно в крупных районах, Кировском или Промышленном, где население достигает 200 тысяч человек. Общественники Октябрьского района ведут успешную борьбу с продажей нелегального алкоголя. Кроме защиты жизни и здоровья людей, это помогает пополнить областной бюджет. Изъятие контрафакта из торгового оборота приводит к повышению собираемости акцизов, получаемых с продажи легального алкоголя, 50% которых возвращается в областную казну и позволяет решать различные социально-экономические вопросы, возможные в ваших микрорайонах. Если навести порядок в торговле алкоголем, добавил губернатор Николай Меркушкин, региональная казна может пополниться на 5 миллиардов рублей. Задача наша с вами в первую очередь ставится следующая. Выявлять на своих территориях точки нелегальных продаж. Основная цель зачистить наш город от пагубного элемента. Мы сейчас готовим еще одну группу, без вас, группу профессионалов. Примерно 10-15 человек будет, которые будут и в выходные, и в праздничные дни, и везде еще смотреть. В каждом общественном совете есть координационный совет. Туда входят старшие по дому, представители социальных и коммерческих организаций, органов власти. Они следят за порядком на своих территориях, контролируют проведение капитального ремонта, сферу ЖКХ, ремонт дорог. Мы добились определенных результатов в сфере контроля за работой жилищно-коммунальных служб, фонда капитального ремонта, контроля за выполнением работ по благоустройству незакрепленных территорий. Самара – первый город, где реализуется такой опыт самоуправления. Им уже заинтересовались в других регионах. Общественники смогут предлагать социально значимые проекты и получать на них финансирование из областного бюджета. Губернатор заверил, дополнительные доходы, а это до 6 миллиардов рублей в год, будут возвращаться в бюджет микрорайона. Практически завершился организационный период, я бы сказал так, образования новой ветви власти, ветви власти микрорайонов. Эта реформа направлена на повышение эффективности и ответственности власти перед людьми. В состав ОСМ уже вошли больше 25 тысяч человек, и их должно быть в несколько раз больше, отметил глава региона. Необходимо вовлечь в общественную работу до 90% населения. Только вместе можно сделать микрорайоны красивыми и благоустроенными, и воспитать другое поколение. Да, сейчас к чемпионату мира мы готовимся. Там многие вещи, которые мы контролируем, там жестко контролируем. И они будут сделаны так, что любой, кто приедет на этих маршрутах, по этим дорогам, он будет говорить, что это не хуже, чем Европа. Завершая встречу, Николай Меркушкин подчеркнул, что перед общественными советами стоит много задач, решать которые необходимо совместными усилиями. Очередные итоги будут подводиться уже осенью. Олеся Корецкая, Дмитрий Мешканцов, События.